Я могу сказать, что тема сложна тем, что мы, как мы все понимаем, находимся в ситуации очень высокой неопределенности. Поэтому, скажем так, любые какие-то более-менее детерминированные или там какие-то жесткие прогнозы, они сейчас просто невозможны. Но я хочу попытаться сделать некий такой пунктирный, может быть, набросок конструктивного будущего, который может сложиться, исходя из тех импульсов или каких-то изменений, которые сейчас кажутся не то чтобы более-менее очевидными, но, скажем так, высоковероятно. И я, наверное, опять же, в качестве небольшой преамбулы хотел бы сказать, что на будущее можно смотреть в свете произошедшего по-разному. Когда происходят такие резкие, можно сказать, пороговые изменения, которые нас выбрасывают в некую другую реальность. Ну, вообще, в принципе, у нас возможны две линии поведения. Первая попытка вернуться в старую реальность. Ну, то есть, скажем так, вы разбили редкую вазу китайского фарфора, вы пытаетесь ее склеить и сделать так, чтобы она была примерно как та, которую вы разбили. Вот. Другой путь — это, собственно говоря, попробовать выстроить новую реальность. Ну, в данном случае, если вы коллекционер, то найти новую вазу еще лучше прежней. Используйте ваши знания, наработки и опыт. Потому что склеенная ваза, ну, в любом случае, она будет хуже той, которая была. А нужно признать, что та, которая была, она, в общем-то, недорогого стоила. И, может быть, для вас это может стать, этот случай, просто вызовом и таким мотиватором для того, чтобы добиться чего-то большего. Вот. И в этом плане я хотел бы как раз посмотреть на, больше на то, какие шансы нам дает текущая ситуация. Как ни странно говорить сейчас о шансах. И с точки зрения финансового сектора. Мы видели на протяжении многих лет, что мы шли к некому сближению ухода из российской экономики и избытка сбережений, вот, который можно показать с сближением уровней волового накопления и волового сбережения. То есть, страна с высоким уровнем сбережений в начале 2000-х становилась все менее и менее в этом смысле богата финансовыми ресурсами. И в этих условиях объективно возрастала потребность в эффективной трансформации тех ресурсов, которые есть внутри страны, для увеличения инвестиций внутри страны. Или, по крайней мере, поддержания их на текущем уровне. А вообще, с точки зрения развития экономики, конечно, требовалось увеличения. И здесь мы наталкивались на существенную проблему, которая состояла в том, что значительную часть вот этих внутренних сближений, формирующихся в России, мы по существу теряли в силу такого некого константного вывоза, ну, чистого оттока капитала из корпоративного сектора. Это вот красная линия в процентах КВП. Мы видим, что этот уровень, ну, он, конечно, колебался, но, в общем, в целом, по сравнению с колебанием всего потока капитала, он довольно устойчив. И это было связано с, ну, это связано с некой моделью нашего бизнеса, которая оказалась достаточно устойчивой. То есть она действовала в 90-х годах, она действовала и в ранних 2000-х, когда у нас, вот, скажем так, мы перешли к росту энергичному, она продолжала действовать и в условиях более такого медленного роста, который наступил в 2010-х годах. Менялось многое, менялись валютные режимы, менялись динамики экономики, взаимоотношения с внешним миром, менялись, наконец, внутриполитические ситуации, но вот это явление, оно оставалось постоянно. И в этих условиях, для того, чтобы вернуть эти сбережения, мы так или иначе были вынуждены зависеть от притока внешних капиталов, либо от, скажем так, снижения отток по другим каналам. Для того, чтобы поддерживать вот этот баланс сбережения инвестиций и поддерживать на достаточном уровне инвестиций. Сейчас в новых условиях мы, возможно, сталкиваемся с новой ситуацией, когда в силу неких жестких внешних обстоятельств, как в силу санкций, введенных против российской экономики, так и в силу элементов капитального контроля, который введен внутри экономики, вот эта красная линия, есть шанс, что она начнет сокращаться. По крайней мере, судя по комментариям, поступающим от бизнеса, вот есть некий разворот в эту сторону. Если это произойдет, то, возможно, в этом случае вот эта нехватка ресурсов для внутренних инвестиций, она уйдет. И эти капиталы, которые вынуждены, перед которым будет поставлен заслон в оттоке за рубеж, они смогут прийти на российские рынки, но после того, как, конечно, здесь осядет туман войны, и вот эта вся пыль, вот эта шоковая трансформация, а может быть и раньше, и могут быть использованы при условии, конечно, что будут созданы соответствующие трансформационные механизмы. Нужно иметь в виду, что средства предприятий, они такие, в общем-то, ликвидные достаточно, ну там разные ресурсы, а те инструменты, которые требуются для финансирования инвестиций, они долгосрочные и, скажем так, подразумевают способности тех, кто в них вкладывается, принимать на себя риск, причем осознанно принимать риск. И здесь возникает некий разрыв по вот этим требованиям между источниками капитала и как бы респиентами капитала. И, соответственно, возникает потребность выстраивания неких трансформационных механизмов рынков, институтов, которые позволят преобразовывать короткие, несклонные к риску и разрозненные капиталы в длинные, готовые принимать или перераспределять больший инвестиционный риск и концентрированные капиталы. Это речь может идти о развитии различных рынков, таких, например, как рынок длинных корпоративных облигаций, синдицированное кредитование, инфраструктурных облигаций и целого другого шлейфа инструментов, которые необходимы для хеджирования рисков, перераспределения, управления этим риском. И нужно сказать, что в условиях, когда мы переходим к другой конструкции формирования денежного предложения, мы, скорее всего, как показывает, например, прогноз платежного баланса, представленный Центральным банком в последнем среднесрочном прогнозе, и что, ну, скажем так, и получается, исходя из вообще анализа текущей ситуации, мы, судя по всему, будем переходить к механизму денежной миссии, то есть увеличение денежного предложения, в значительной мере опиравшегося на покупку валюты, ну, пусть в интересах Минфина, но Центральным банком, к инструменту, к механизму, который будет опираться на покупку, либо рефинансирование внутренних долговых или каких-то других финансовых инструментов. И здесь возникает возможность, ну, скажем так, через механизмы, ну, скажем так, которым назвать грубо стимулирующим регулированием, это не совсем точное употребление этого термина, но близкий к этому, через расстановку неких акцентов в инструментах, которые готов рефинансировать Банк России или покупать, может быть, через посредства каких-то других финансовых посредников, способствовать развитию именно тех рынков, которые будут обеспечивать нам вот эту расшивку узких мест, расшивку, ликвидацию бутылочных горлышек, связанных с трансформацией вот этой массы сбережений не того качества в инструменты инвестирования правильного качества. Вот здесь возникает некий шанс. Дальше. Мы наблюдали ситуацию, когда, и об этом Сергей Рустамович говорил, что когда в качестве некой альтернативы, некой конкуренции для кредитования экономики выступал потребительский кредит, который рос очень быстро, динамично, поскольку давал мощную маржинальность, довольно приличный объем прибыли, при ограниченных, при том, что этот кредит не преобладал в активы банк-системы, он давал существенную часть дохода. Но это все привело к некому перенакоплению долговой нагрузки, которая, но есть ощущение, что должна будет скорректироваться. Сейчас она находится на очень высоком уровне. Если смотреть соотношение платежей по долгу населения к доходам, она находится на рекордном уровне выше, чем два предшествующих пика, которые заканчивались крахом на этом рынке. Есть ожидание, что именно потребительское кредитование должно будет притормозить просто в силу того, что оно достигло неких естественных своих пределов. Ипотечное кредитование не так. Когда я говорю о потребительском кредите, я говорю о беззалоговом кредитовании либо по месту пунктов продаж, либо деньгами без залога неопределенной цели. И это, возможно, высвободит ресурсы, которые могут быть перенацелены на другие проблемы, в том числе и на кредитование экономики, которая будет в этом нуждаться реального сектора. И, наконец, следующий момент. Вот ситуация по существу некого достижения пределов развития тех рынков, которые приносили высокую маржинальность, в первую очередь потребительское кредитование, ввела к снижению прибыльности банковского бизнеса. Эта тенденция была довольно длинной. За ней шло снижение мотивации собственников банков к инвестированию средств в капиталы банков. И это закладывало, скажем так, такую тенденцию к вымыванию частного банковского сектора, поскольку банковский сектор в нашей экономике, в нашем финансовом секторе, он играет ключевую роль, на него приходится, наверное, 80% или 85% даже совокупных активов всех финансовых организаций в России, у нас классическая банкоориентированная модель, то это означало, что у нас происходило некое торможение рыночных механизмов трансформации сбережения в инвестиции и, в целом, обслуживания финансового оборота. В новых условиях, возможно, с учетом того, что, скажем так, значительная часть тех инвестиций, которые делали крупнейшие российские собственники за рубежом финансовых инвестиций, они становятся рискованными, возможно, можно говорить о потенциале возникновения некой такой реинкарнации финансово-промышленных групп и на этой базе, ну, скажем так, появления некого эффекта второго дыхания у частного финансового бизнеса. Возможно, это будет не банковский бизнес, возможно, это будут более сложно организованные структуры, инвестиционные фонды, фонды прямых инвестиций, но можно ожидать, что здесь также ситуация, ну, по крайней мере, есть какие-то шансы на переломить вот этот тренд. И что у нас будет складываться по концовке? Вот здесь я позволю себе такую немного, может быть, сложную схему, но поскольку наш формат, он академический, то я вот здесь позволю предаться, может быть, такому избыточному академизму. Но надеюсь, что смогу донести основную идею вот этой схемы. Здесь, если подводить некий итог, касающийся того, как может измениться роль финансового сектора в процессе воспроизводства российской экономики, можно, ну, следует рассмотреть, ну, скажем так, вот эту роль в контексте взаимосвязи четырех видов кругоборотов, кругоборот товаров и услуг, кругоборот оборотного… Три минуты осталось. Хорошо, постараюсь. Оборотного капитала или производства оборот доходов, в котором ключевым элементом является как раз трансформация забережений в инвестиции, и оборот капитальных активов, то есть титулов собственности, которые возникают в результате, собственно говоря, инвестиций. Все эти четыре кругоборота поддерживают друг друга, ну, скажем так, и сбой в одном из них или недостаточные узкие места, они ограничивают далее по цепочке, что препятствует, собственно говоря, росту экономики и повышению качественного уровня. Финансовый сектор выполняет в рамках каждого из этих кругоборотов определенную роль. Ну, в рамках кругоборотов товаров и услуг, создания денег, оборот капитала – это кредитование оборотного капитала, как это ни звучит, оборот доходов – это инструмент сбережения инвестирования, и оборот капитальных активов – это формирование стоимости и ликвидности бизнеса через фондовый рынок, но не только. И нужно сказать, что здесь в целом происходящие изменения, происходящие изменения, они, ну, скажем так, достаточно могут быть благоприятны для первых двух относительно простых видов кругоборота. То есть, например, в части создания денег. Здесь, с одной стороны, в условиях, когда мы отходим от модели опоры на приобретение зарубежных активов и переходим к чисто внутренне риктированному механизму эмиссии, у нас это повысит управляемость денежных предложений. Но, с другой стороны, понизит управляемость обменного курса, что, скажем так, создастся определенные проблемы с таким аспектом, как выполнение деньгами функции мировых денег. Но, в целом, скорее, здесь плюс, и с учетом, или, если предположить, сохранение капитального контроля на долгое время, и с учетом теоремы о невозможной троице, у нас здесь, скорее, вот этот вот плюсик, который в управляемости денежных предложений, он существенно более мощный, чем минусик в части управляемости обменного курса. И, скажем так, в условиях, когда у нас капитальный контроль, понятно, что мы ограничены в интервенциях, но есть и другие способы управления курсом капитальным контролем через квази-частные инструменты. Далее, в части оборота оборотного капитала. Здесь у нас возникает шанс через вот это неотвечение средств на альтернативное управление, в первую очередь, на потреб кредитования, расширение кредитования заемщиков. И, как представляется, возможно, у нас возрастает способность банков и в целом финансовых посредников осуществлять скрининг рисков заемщиков через вот эти механизмы, ну, скажем так, расслоения кредитного рынка. То есть высокие ставки и, в целом, риски, они способствовали возникновению укрепления связок между банками и их клиентами в плане получения доступа к относительно дешевому доступному кредиту. И, возможно, при том, что это временно, конечно, искажает, там, скажем так, рыночные стимулы, это позволит банкам приобрести некую дополнительную экспертизу в понимании того, что из себя представляют их заемщики. И это может сыграть в дальнейшем позитивную роль. Но здесь стоит знак вопроса. И это же может быть полезно в плане трансформации сбережений в инвестиции, осуществляемой через банки. Значит, дальше с двумя другими контурами здесь больше проблем. Ну, во-первых, приток внешних сбережений у нас прекращается, но зато возникает приток внутренних сбережений, о котором мы говорили. Но возникает проблема еще с параличем некоторых институтов и инструментов, которые были завязаны на зарубежные рынки, с структурированием сделок, с оценкой стоимости активов и с прозрачностью заемщиков. Но здесь многое будет зависеть от того, насколько у нас будет выстроена политика целенаправленного выращивания институтов и инструментов, импортозамещения институтов и инструментов. Если мы сможем, если мы сформулируем для себя эту политику, сможем последовательно добиваться здесь результата, я думаю, здесь тоже, скажем так, это бутылочное горлышко может быть преодолено, и это узкое место расшит. И, наконец, в части оборот капитальных активов, здесь у нас много проблем, связанные с пониженной ликвидностью фондового рынка после уходов нерезидентов и в целом неопределенной ситуации, с понижением прозрачности бизнеса. Возможно, плюс состоит в том, что теперь у нас внизится зависимость от ресурсной ренты. Пока цены высоки, но другие докладчики отмечали, что, возможно, это время и явление. В принципе, при всех негативных эффектах для экономики этих исчезновения легких денег, они являются источником повышенной волатильности традиционно, и в целом они ослабляют возможность, скажем так, развития более сложных секторов, ну, пресловутые ресурсные проклятия, конечно, мы тут должны вспомнить, хотя это, конечно, сложная тема. И, наконец, последний момент, который может сыграть в плюс, это возможное формирование вот этих финансово-промышленных связок, которые создаются, возможно, субъекты, которые позволят снижать информационную асимметрию источник капитала, рецепент капитала, и также дает шанс на то, что и здесь проблемы будут решены. Но ключевым условием, конечно, в условиях трансформационного изменения российской экономики, неопределенности с цепочками, с расчетами, является повышение уровня координации и в целом в экономике, и повышение определенности за счет политики государства, которая так или иначе вынуждена будет где-то брать на себя функции, ну, скажем так, где-то заменять рынок, и где-то переходить к элементам, ну, возможно, прямого распределения. Это особенно касается внешней торговой сферы. И здесь, скажем так, очень важно для того, чтобы у нас сформировались действительно ликвидные и имеющие достаточную стоимость активы, которые могли бы выступать в качестве базы для денежной эмиссии, видим дальше обороты. Здесь важно повышение уровня стратегической определенности за счет эффектов координации и, возможно, где-то элементов индикативного планирования. Но, собственно говоря, финишируя, могу сказать, что если мы посмотрим на типы финансовых хитров, которые мы выделяли в нашей работе с коллегами, то России предстоит совершить достаточно, ну, в позитивном сценарии, мощный рывок от, скажем так, типа финансового сектора, зависимого, ну, опирающегося на масштабную ресурсную ренту, это вот зелененькие страны, к экономикам балансированного типа, опирающиеся на включение в длинные цепочки создания стоимости. Это вот темно-синяя. Причем контролирующие в том числе и высокие звенья этих цепочек. Есть промежуточная стадия в виде зависимых от притока внешних капиталов и импортных институтов экономики Восточной Европы и Индии и Бразилии, например, вот это бледно-голубое. Но для нас по очевидным причинам этот путь сейчас во многом закрыт. нам потребуется сделать некий качественный скачок. И он, конечно, потребует и некого очень тщательного работы с внешнеэкономическим окружением, потому что, опираясь только на внутренние ресурсы, такой качественный скачок и в плане экономики, и в плане финансового сектора совершить невозможно. В этом смысле выстраивание неких международных альянсов и системы, скажем так, каких-то региональных систем или каких-то квази-глобальных систем финансового оборота, оно является необходимым ускорением. Без этого мы этот скачок не совершим. Спасибо за внимание. Олег Геннадьевич, вопрос один могу принять. Пожалуйста, один. Неликова Геннадьевна Александровна, я как раз хотела бы спросить на последнюю слайду, как раз то, что прохали идет смена медового порядка. Вот эти кластеры, да, для опознательного мошенника вы выступили с очень качественной программой по российской органике, но вот, может быть, в следующем нашей встрече будет в деменовременном декторам международного. Спасибо. Что видится полезным? Вопрос по выстраиванию международных контур, Олег Геннадьевич. На самом деле, понятно, что это на следующее мероприятие, наверное, вопрос. Есть что-нибудь сказать по этому поводу? Простите, я не расслышал вопрос. Вопрос состоит пока по выстраиванию альтернативных контуров взаимодействия между странами, в том числе кооперационных и так далее. Ну, смотрите, я отвечу не с точки зрения того, как это может произойти, а с точки зрения, почему это необходимо. Ну, вот первая проблема, о которой говорили. Проблема, ну, будем идти по контурам, да? Значит, контур, например, денег и товаров. Олег, главное не затягивайтесь, а то вы народ уже это самое, бунтует. Ну, я-то далеко, у меня есть преимущество. Бунт. У нас очень длинные руки. Да, хорошо. Давайте тогда коротенько вот по этой схемке. Минута сорок. Ну, посмотрите, оборот товаров и услуг. Так, ой, куда это? Значит, оборот товаров и услуг. Здесь проблема расчетов, очевидно, да? В чем рассчитываться? В твердых валютах сложно, потому что есть арест, риск ареста, да? Вопрос, значит, возникает клиринга, расчетов национальных валютах. Двусторонние расчеты, через какое-то время заканчиваются проблемой перенакопления, там, скажем так, мягких валют и каких-то инструментов странных, которые потом непонятно куда девать. Очевидно, возникает вопрос на следующей стадии неких многосторонних взаимодействий. Это вот так бегло. Значит, оборот оборотного капитала, пресловутые производственные цепочки. Ну, излишне говорить то, что у нас они не везде длинные, весьма короткие. Значит, надо для того, чтобы решить, решая первую проблему, мы, скажем так, накопление избыточных рисков, если мы рассчитываемся в мягких валютах, мы ее сможем решить, если мы продвинемся по решению второй проблемы. Если мы сможем, допустим, часть заместить импорта, может быть, сверх той мерой, которую у нас примет рынок, опять же, через какие-то инструменты, ну, там, не знаю, выстраивания двухсторонних взаимоотношений, для того, чтобы импорт в большей степени балансировал экспорт. Дальше. Инструменты сбережения и инвестирования. Для того, чтобы наши компании, которые будут встраиваться в международной цепочке создания добавленной стоимости, могли себя воспроизводить, наращивать свой капитал и в целом тиражировать, им необходим какой-то квазимеждународный рынок капиталов. Опять же, вопрос, так сказать, какие страны этот рынок должен захватывать, но, очевидно, не те, которые нам сейчас объявили санкции. Значит, возникает вопрос о выстраивании таких рынков, либо нерыночных инструментов, какой-то там, не знаю, квазирыночной сети взаимодействия. И, наконец, вопрос, касающийся того, что мы будем делать с активами, которые у нас возникнут в других странах и у других стран, которые возникнут у нас. Если речь идет о развивающихся странах, как мы сможем их конвертировать во что-то ликвидности, обеспечить их взаимную трансформирование? Здесь речь идет о формировании каких-то наднациональных институтов, обеспечивающих, защищающих от всевозможных рисков, политической экспроприации и так далее. Предложение такое. Эта тема бесконечна. В этом связи я предлагаю наше следующее заседание посвятить как раз вопросам переконфигурации внешнеэкономических связей. И там и вот эти вопросы рассматривайте, вопросы того, где мы там копируемся и так далее. Поэтому предлагаю перенести это на некоторое время и собравшись силами еще раз это все обсудить.